Как там по области дела? Ну, я бы так сказал, сравнение с прошлым годом, например, на одном уровне. Немножечко больше будет. Нина Переверзева уже давно на пенсии, но своим личным примером доказывает, бывших колхозников не бывает. Объемами урожая герой социалистического труда интересуется постоянно. В военные годы 13-летние девчонки пришлось бросить школу и работать в поле. Он кричит на бригадире, дядя Тимоха, дядя Тимоха. А там в ЧТЗ пошел, а тракториста нет. А я же маленькая была, сидела, низко там, а меня не было видно. Благодаря инициативной Нине в районе стало работать легче. Вместо женских и мужских бригад появились семейные уборочные агрегаты. Семья Переверзевых на трех комбайнах собрала почти 30 тысяч центнеров зерна. Потом мы с мужьями работали. Потом легче. Все равно хоть побольше ругали, но полегче. Что-то тяжелое сломалось или все равно муж придет на выручку. За чашкой чая героиня социалистического труда вспоминает развитие сельского хозяйства в разные годы. Нелегкий путь от становления до полной разрухи пережили все донские колхозы. Каждый второй кусочек земли брошен или не убран и так далее. Сейчас приятно смотреть даже с высоты. Есть передовики и в современных хозяйствах. В прошлом году песчанокопские комбайнеры собрали около 40 центнеров зерна с гектара. В этом году почти 50. Все дело в командном духе, уверены в колхозе. Как и полвека назад, объем пахоты делится поровну между работниками бригады. Она получается без обид, без всех, и получается слаженная работа их хорошо. И тогда вот она получается хорошо. И зарабатывают все, неважно, поломался ты, не поломался, пишем на всех и все. Средняя зарплата каждого механизатора чуть больше 18 тысяч рублей. Деньги в колхозе считать умеют. Предприятие работает на самоокупаемости за счет экономии. Где-то порядка три раза мы сократили расход с ГСМ по сравнению с традиционной обработкой. Два раза где-то с минимальной обработкой. Естественно, и сокращаются трудозатраты. По новой бразильской технологии в поле работает только четыре вида техники. Это тракторы, комбайны, сиелки, опрыскиватели. За их состоянием следят тщательно. На предприятии нет машин старше 10 лет. Парк обновляется ежегодно. Анастасия Коанцева, Андрей Токарев. Главное новости.